АПЛОДИСМЕНТЫ Галька, жена, жена моя, пошла работать. Гардировщица в библиотеку. Денег сразу куда девать? Я говорю, Галька, зараза, трать их быстрее, не то пропадем мы с тобой. И вот она молодец. За три дня до получки у нее ни копейки, ни полкопейки все спустила. И сама ладная, и хозяйка хорошая, все хорошо, одно плохо. Как чего не надо, так оно прет. Ну, прут и прут деньги со всех сторон. То я получку получу, то она. И вот это пятница, 13 число, Галька прибегает с работы, говорит, горе нам. Начальство обещало резко повысить оклады. Не ждали мы беды с этой стороны. Не ждали. Галя, что делать? Выхода нет. Молись Богу, чтобы не прибавили. И вот она молодец. Один раз помолилась. Вот, год прошел, второй. Ни копейки не прибавили. Тут же опять пятница, 13 число. Галька вбегает, лицо перекушенное, говорит, ну, только что в новостях передали. Открыты новые месторождения нефти. Значит, бензин подешевеет сегодня. Продукты завтра. Послезавтра ложись под деньгами и помирай. Я говорю, Галя, дешевеет в развитых странах. А мы очень развиты. Не подешевело. Ни продукты, ни бензин. Подорожало чуть-чуть. Ну, нам куда? И вот пятница, 13 число. Галька начала рожать. Вот, вот, явится на свет материнский капитал. Ну, куда нам столько? А, ну, я стою рядом с Галей, гоню прочь эту мысль. Прочь. И вот в 19-30 родила первого. Передохнула чуть-чуть. В 20-32. Ну, у меня ноги подкосились. Это же удвоится капитал. Ну, куда нам столько? Ну, врачи подхватили меня, посадили рядом с Галей. В такое же кресло. Галя говорит, ой, прости меня, не знаю, откуда вторую. Ну, я успокаиваю ее, как могу. А вот здесь, под сердцем, это предчувствие какое-то. Вот пустота какая-то. Еще глянул на часы. Ровно 21-30. Секунда в секунду. На мои глаза, третий. Папа, папа. А что папа? Папа уже не человек, миллионер. И тут по радио передают. Будет налог на роскошь. Галька на радостях забыла родить четвертого. И вот так вот жизнь идет. Светлая полоса, черная, черная. И тут пятница, 13 число. Галька говорит, да ну к черту эти деньги, одни, одни несчастья. Давай, бросим работу, купим 6 соток земли и дети целый день на воздухе. И продукты свои не порченные. Давай, говорит, расслабимся в жизни хоть один раз. И ругая, где гарантия? Начнем копать картошку, а там клад. Или соседи через забор подкинут бриллианты. Нам в этой жизни расслабляться нельзя. Вот, ну, сейчас вроде ничего, сейчас. А? Ну, вроде хорошо все. Денег нету совсем. Но скоро же опять пятница. 13 число.